Автомобиль, который едет без водителя. Грузовые платформы, самостоятельно перемещающиеся по складу. Помощники, которые могут предсказывать поломки вашего авто. Вы думаете, что это вступление сказки? Нет, это наша реальность. Сегодня я расскажу вам о изобретениях, напрямую повлиявших на жизнь современных дальнобойщиков. Уверен, что вам понравится мой рассказ, ведь есть что-то романтичное в их работе. А если приправить все футуризмом, так вообще шикарно. Ну ладно, не буду томить. Поехали. Эта технология уже давно на слуху у общественности. И, признаюсь вам, даже меня она впечатляет. Вы только представьте, еще в конце относительно недалекого 19 века был изобретен первый автомобиль. И вот, человечество уже придумало для этого изобретение системы, которые позволяют проезжать сотни миль без активного участия водителя. Удивительно? Сейчас расскажу, как все работает и какие преимущества у этого чудо техники. Автономные грузовики – это не просто транспортные средства. Это сложный технологический комплекс, работу в котором обеспечивают десятки различных сенсоров и мощные алгоритмы искусственного интеллекта. Весь этот мозг управляет движением машины, анализирует дорожную ситуацию и реагирует на изменения быстрее, чем человек. Например, лидары создают детализированную карту окружающего пространства. Радары отслеживают скорость и положение других объектов. Камеры распознают разметку, знаки, светофоры и даже погодные условия. Гиростабилизаторы следят за устойчивостью грузовика, а системы навигации и одометрии позволяют точно рассчитывать маршрут. Но одной лишь информации о дороге недостаточно. Нужна система, которая умеет быстро принимать решения. И здесь на сцену выходит искусственный интеллект, анализирующий данные в реальном времени. Современные алгоритмы машинного обучения позволяют беспилотным грузовикам думать быстрее человека, предугадывая возможные аварийные ситуации и моментально реагируя на них. Одно из главных преимуществ автономных грузовиков – это экономия. Да, именно для нее все и делается. Ну и ради прогресса, конечно же. Сегодняшняя логистика все еще зависима от людей. Водители устают, им нужен отдых. При даче, то люди могут допускать ошибки, иногда фатальные. А автономный грузовик не знает усталости. Он может двигаться 24 на 7, не делая длительных остановок. Это значит, что доставка товаров становится быстрее и дешевле. Кроме того, такие машины значительно снижают расходы на топливо. Искусственный интеллект умеет выбирать самые экономичные маршруты и оптимизировать манеру вождения, избегая резких изменений в скорости движения. А еще беспилотные грузовики не нарушают правила дорожного движения. Они, коротко выражаясь, не лихачат. Это ведет к снижению аварийности и, как следствие, уменьшению расходов на страхование. А какие недостатки? Ну что ж, дорогие друзья, очевидных недостатков нет. Если не принимать во внимание опасения водителей о том, что их в итоге могут заменить. Но это уже совсем другая история. Это изобретение, хоть и не связано напрямую с конструкцией грузовиков, но очень сильно влияет на работу дальнобойщика. Чем? Конечно же, скоростью. Ожидание погрузки или разгрузки для дальнобойщиков – очень рутинное дело. Порой груз приходится ожидать более суток, что не очень-то нравится водителям. Компании тоже не заинтересованы в трате лишнего времени. Поэтому для ускорения работы на складах и были придуманы автономные грузовые платформы. Это транспортеры с электрическими приводами, предназначенные исключительно для перемещения разнокалиберных грузов. Агрегаты подобного типа не нуждаются в операторах, потому что они двигаются по промышленным или складским локациям в автономном режиме. Продвинутые модули, которыми снабжены эти платформы, позволяют применять их в технологических процессах даже самых опасных производств. В грузоперевозках эти платформы используются на логистических центрах, сортировочных узлах. Применение самое разнообразное – транзит палетов, контейнеров, ящиков и коробок от очек размещения до пунктов выдачи. В общем, такие платформы – идеальный сотрудник. Он не устает, не теряется на складе и не ходит на перекуры. А именно это и нужно для повышения эффективности работы. Эти роботы-трудяги двигаются по заранее заданным маршрутам и могут выполнять самые разные задачи. Нужно перевести палеты с продуктами на другой конец склада? Пожалуйста. Доставить контейнеры в зону погрузки? Без проблем. Захватить и переместить груз на нужный стеллаж? Все будет сделано. Каждая такая платформа оснащена сенсорами, анализирующими окружающую среду. Они не врезаются в людей, не сталкиваются между собой и никогда не выезжают за пределы заданного маршрута. Датчики и камеры следят за препятствиями, а умные алгоритмы прокладывают самые короткие и эффективные пути. В отличие от обычных электропогрузчиков, автономные платформы не нуждаются в операторах. Они работают полностью самостоятельно, ориентируясь по нескольким технологиям навигации. Какие-то двигаются по встроенным в пол проводам, какие-то по магнитным лентам. Есть модели, использующие лазерные сенсоры и инерциальную навигацию. Каждая система имеет свои плюсы и минусы, но цель у них одна – беспрерывная и эффективная работа. Почему автономные грузовые платформы – это прорыв? Во-первых, это скорость. Представьте себе склад, где товары перемещаются без задержек. Никаких очередей, заторов, пробок в коридорах. Каждая платформа знает, куда ей нужно двигаться и делает это максимально быстро. Во-вторых, безопасность. Человеческий фактор исключен. Нет усталости, нет невнимательности, нет риска наехать на сотрудника или случайно уронить дорогостоящий груз. Сенсоры фиксируют малейшие движения вокруг и реагируют мгновенно. Третьих, экономия. Больше не нужно платить зарплаты водителям, тратить время на обучение персонала и разбираться с последствиями аварий. Да, такие платформы требуют первоначальных инвестиций, но в долгосрочной перспективе они окупаются сполна. Поэтому будем надеяться, что эта технология будет распространяться все шире и шире. Автономные грузовые платформы – это, конечно, хорошо, но слишком мало, чтобы выполнить всю работу на складе. Вилочные погрузчики – незаменимая вещь для склада. Пока эти приспособления управляются преимущественно людьми. Но и здесь не обошлось без инноваций. Одним из ярких примеров таких технологий является система, разработанная компанией JLT Mobile Computers. Эта шведская американская компания создала мобильные компьютеры, которые устанавливаются на вилочные погрузчики и позволяют полностью контролировать все процессы работы. Что это значит для нас? А это значит, что погрузчики теперь не просто выполняют свою задачу. Они умные, они знают, когда им нужно ускориться, когда замедлиться, как потреблять меньше энергии и как избегать ошибок. Представьте, что каждый погрузчик на складе оснащен системой, которая отслеживает абсолютно все – ускорение, направление, заряд аккумулятора, температуру воздуха и даже расход топлива. Это позволяет операторам и менеджерам в реальном времени отслеживать не только состояние погрузчиков, но и поведение водителей за рулем. Это уже не просто механизмы для транспортировки, это полноценные информационные центры, которые значительно увеличивают эффективность работы. Но это еще не все. Встроенная в компьютер система искусственного интеллекта под названием KiwiEye от компании KiwiTron выводит автономные технологии на новый уровень. Эта система постоянно обрабатывает видеоданные в реальном времени, чтобы обнаружить любые препятствия в рабочей зоне погрузчика. Представьте себе, все эти датчики работают без остановки, и если в радиусе 80 футов появляется человек или другой погрузчик, система немедленно оповещает водителя с помощью световых и звуковых сигналов. Это не просто техника, это оплот безопасности, который предотвращает аварии и делает работу безопасной и эффективной. И вот что особенно интересно, если KiwiEye обнаруживает угрозу, система может даже автоматически замедлить погрузчик, чтобы избежать столкновения. Если же подключена система управления автопарком KiwiTron, она может анализировать работу каждого погрузчика, отслеживать его местоположение, а также регистрировать нештатные события, например, удар или ненормальные параметры работы. Теперь можно значительно снизить риск ошибок в работе погрузчиков. Главное, чтобы сам компьютер не барахлил. Одна из основных причин аварии грузового транспорта на дороге – отказ тормозных систем, перегрев тормозов, подшипников и неисправность ступиц. Соответственно, нужно внимательно следить за состоянием автомобиля. Но ведь это непросто сразу понять, что с грузовиком что-то не так. Далеко не все поломки очевидны. При этом современные грузовики вполне способны ехать с поломкой. Какое-то время. А теперь представьте себе, что ваш грузовик или фура постоянно следит за своим состоянием, предсказывая проблемы еще до того, как они могут случиться. Звучит как фантастика, но такая технология уже существует. Встречайте цифровую систему STS Hub. Автономный комплекс диагностики, который работает 20 часа в сутки, 365 дней в году, прямо на вашем автомобиле. Эта система оснащена целым набором инновационных технологий, которые делают управление транспортным средством гораздо безопаснее и эффективнее. Система состоит из датчиков, установленных на ступицах колес, панели водителя, блока анализа данных и удаленного сервера, который использует алгоритмы предиктивной аналитики и нейронных сетей для прогнозирования состояния автомобиля. Но давайте разберемся, как это работает. Каждый датчик ступицы оснащен микропроцессором, который следит за состоянием колес и собирает данные о температуре, вибрациях и акустике. Все эти параметры передаются через защищенный радиоканал на панель водителя, где отображается вся необходимая информация, температура ступицы и даже прогноз остаточного ресурса. Да, вы не ослышались. Система может предсказать, сколько еще миль продержится ваша ступица, прежде чем ей потребуется замена. Это словно иметь на борту автомобиля собственного диагноста, который всегда на страже. Но что, если что-то пойдет не так? Можете успокоиться? Уведомления вы не пропустите, ведь система сигнализирует не только о уже имеющихся проблемах. Она делает это заранее, предупреждая водителя о любых аномалиях. Например, если ступица перегревается или возникла потеря смазки, система немедленно подсвечивает проблемный узел красным цветом и подает звуковой сигнал. Таким образом водитель получает четкую инструкцию. Немедленно остановитесь и проверьте колесо. Это позволяет избежать критических поломок в пути. Это, в свою очередь, значительно снижает риск аварий на дорогах. Благодаря такой системе аварийность на дорогах снижается, ведь автотранспортные средства получают диагностику в реальном времени, а водитель заранее знает, когда нужно провести обслуживание. Это не только повышает безопасность, но и сокращает расходы на ремонты и незапланированные простои. Ведь никто не хочет, чтобы его фура оказалась на обочине из-за поломки, которая могла быть устранена заранее. Именно из-за всех вышеописанных преимуществ цифровая система STS Hub представляет собой не просто очередное улучшение, а настоящий прорыв в области безопасности и эффективности в грузоперевозках. Это будущее, которое уже наступило, и оно делает дороги гораздо безопаснее для всех. Представьте, что вы водитель грузовика. Вам предстоит долгий путь, во время которого на вас лежит куча обязательств. Вы должны следить не только за дорогой, но и за сохранностью груза. А грузы бывают всякие. Но что, если я скажу, что технологии могут сделать вашу работу не только проще, но и гораздо безопаснее? Сегодня существует множество технологий, которые активно помогают водителям в управлении грузоперевозками. При этом отмечу, что эти системы не были придуманы для галочки. Они действительно становятся настоящими спутниками на дороге, которые обеспечивают надежность и комфорт на каждой миле пути. Один из самых важных инструментов для водителя – это GPS и спутниковые системы, которые позволяют отслеживать местоположение автомобиля. Каждая остановка и каждый поворот теперь фиксируются в реальном времени. Это значительно облегчает планирование маршрута и помогает избежать заторов или других непредвиденных ситуаций. Но это только начало. Представьте, что помимо отслеживания местоположения, ваш автомобиль может также мониторить, как именно вы едете. Внутренние датчики, например, отслеживают не только положение груза, но и его состояние. Так, если вы перевозите продукты, медикаменты или, скажем, живых существ, специальные датчики температуры и влажности сообщат вам, если что-то не так. Например, если температура внутри фуры выходит за допустимые пределы, система сразу предупредит вас, чтобы вы могли отреагировать на ситуацию. Но это не все. В некоторых случаях, например, при транспортировке деликатных или ценных товаров, используются датчики ударов и пломбы. Они фиксируют даже малейшие отклонения, будь то резкий удар или попытка вскрытия прицепа. И если все это будет контролироваться в режиме реального времени, вы как водитель будете уверены, что груз остался в целости и сохранности. Ведь все водители – люди, и они тоже могут отлучаться, поесть, выпить кофе или еще что угодно. А теперь представьте себе еще одну вещь. Вы не один на дороге. Рядом с вами другие автомобили, другие водители. И для того, чтобы снизить риски и повысить безопасность, система мониторинга отслеживает не только ваш груз, но и время вашей работы. Специальные датчики могут фиксировать вашу усталость или нарушение режима отдыха. Это не просто дополнительная информация для владельцев компании, но и забота о вашем здоровье. Ведь, как мы знаем, перегрузки могут стать причиной не только поломки автомобиля, но и инцидентов на дороге. Все эти данные поступают в систему мониторинга, где их анализируют в реальном времени, помогая улучшить работу водителя и оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации. И самое главное – это работает не только для вашего комфорта, но и для безопасности на дорогах. Очевидно, что с такими устройствами минимизируется количество аварий и предотвращаются возможные проблемы на пути. Все изобретения, о которых я вам сегодня рассказал, уже не будущее, а настоящее. Уже совсем скоро их станут использовать по максимуму. Попомните мое слово. Уже через десяток лет мы не будем удивляться автомобилям без водителей. Человек, который по сущности своей мечтатель, делает гигантские шаги в сторону облегчения рутинных процессов, собственной безопасности и эффективности. И все это в мире грузоперевозок. Водители, складские работники, логисты – каждый из них получает мощные инструменты для упрощения своей работы. И это только начало. Возможно, кто-то по-прежнему сомневается, что техника может заменить человека. Но именно такие инновации подсказывают нам, как можно работать быстрее и безопаснее и с меньшими затратами. Важнейший вывод тут один. Мы стоим на пороге эпохи, когда технологии не просто облегчают нашу жизнь, а делают ее более безопасной и предсказуемой. Так что, кто знает, может быть, совсем скоро мы зададимся вопросом, да? И как мы обходились без этих чудесных помощников. А на этом у меня все. Я прощаюсь с вами, но только на сегодня. Встретимся в новых видео. Только подписаться не забудьте. И колокольчик поставить. В общем, вы все знаете. Пока!